приветствую себя на канале продолжаю с кофемашиной мелита заказа та самая заказал запчасти это было прошлое видео мы ее разбирали кому интересно можете перейти посмотреть не объединял это все в одно видео потому что как бы занимает пока разборка потом снять поставить этот самый дренажный это растянется видео вы его все равно полностью возможно смотреть не будете может вас просто нету необходимости допустим самой разборки до либо в этом клапане поэтому я разнес два видео за тот самый для тех кто не смотрел аппарат пришел по причине что он течет внутри как бы не нашел как бы особого протекания протекает он внизу в поддон у меня подозрение на дренажный и на тот самый на заварочный узел и там и там как бы потеки видел поэтому я заказал одним комплектом время комплекс курсом дренажный и ремкомплект на заварочный узел где заказывал я прикручу в этом самом в описании сможете посмотреть кому надо можете заказывать такое не вложит бирочку с описанием своим что у них есть опять же зайду наперед наверно почему сразу заказал все комплектом если б я для себя делал возможно у меня было бы лишнее время несколько раз снимать перепроверять ставить колхозить поскольку это делается для человека я реально понимаю что при стоимости 15 долларов за запчасть потратить но какие-то деньги на пересылку почты ждать если вдруг заказал допустим просто перебрал чтобы дешевле было трамву этот самый заварочный узел а по итогу оказалось все таки надо разбирать и менять дренажник поэтому как бы это лишние расходы это время плюс если сразу допустим дренажный который буду перебирать там поставил бакета ремкомплекты какие-то колечки потек бы он допустим через неделю человек потратил бы время опять приехать опять бы разбирал бы на короче избежать всех вот этих таракан их бегу в лишних расходов опять же финансовых и терять свое время но за 15 долларов но глуповато но может быть 16 долларов поэтому раз у меня есть подозрение ставим новое и человек уже потом какое-то время продолжительное будет точно уверен что не стоит новая деталь она будет работать без всяких вопросов да поэтому скажем легкое объяснение почему было принято это решение так это пока уберу итак начинаем нам для того чтобы снять дренажный клапан нам надо 1 2 3 4 5 короче 5 саморезов открутить и не забыть снять этот самый вот вот этот емкость дренажного куда он сбрасывает давление мы просто тянем вниз а вот такой бочонок опять же не забываем его если уже сняли не забываем его почистить и внутри снимаем и чистим здесь часто собирается очень много мусора он может быть до половины полностью забитый именно отходами кофе поэтому не забывайте его снимать хотя бы надо чистить так что мне не хочешь застегнуться поставил еще я разбираю выкручу саморезы но если вам будет плохо видно извините потому что мне надо их открутить по этому самому по толкателю дренажа я сейчас по нему покажу его нужно будет назад устанавливать в правильное положение чтобы на него нажимал вы можете это либо себе как-то зафиксировать либо сфотографировать как он у вас стоит но можно просто меточку поставить фломастером ну или маркером и все будет нормально так ладно я выкручу как мне удобно так будет и быстрее не буду ваше время тратить и ничего не растеряю раз два три четыре в принципе если вам удобно его можно вообще на бок положить и выкручивать у вас сам редуктор просто ляжет на стол потом когда будете поднимать кофеварку аккуратненько и подняешь вон не болтался так открутил так теперь нам надо вот он у нас отходит там надо снять вот эту скобу освободить трубку все детали сложите куда-нибудь стаканчик коробочку просто чтобы не растерять так вот я говорил за вот этот толкатель видите да я его фломастером пометил у нас вот идет выступ если вы видите вот он и вот он нарисованный вот прямо к выступу стоит вот этим толкателем в эту сторону но в любом случае не забудете можете нарисовать сфотографировать и не забудете вообще никак снимаем эту тефло ночку сейчас будет мешать вытаскивать так дальше чтобы нам вытянуть дренажный надо снять пружинку пружинку мы сейчас снимем где у меня давайте лопаткой вы можете снять старайтесь не терять хотя в ремкомплекте у нас вместе с дренажным пришла новая пружинка мы ее и поставим но в любом случае терять не надо для того чтобы его снять вы просто дренажный вот сюда вниз вот так просто потянули и все и он у вас выходит все здесь вычищаем он стоит небольших денег поэтому жирю лучше поменять чем какие-то колхозе теремкомплекты колечки ваше время стоит в любом случае дороже поэтому не надо заниматься так не забывайте какой стороной он у вас стоял вот этот фиксирующий выстав он сюда заходит просто не забудьте оттянули и вверх его застегнули и здесь точно также он должен зайти вот в этот выступ чтоб он не болтался все ставим новую пружину постарайтесь у вас пружина не улетела никуда наверно возьму пинцетом так когда в виде писать вот моменты когда неудобно поэтому извините я сейчас чтоб пружину не потерять я возможно вам прикрою немножко обзор все все поставил и теперь будем устанавливать это все обратно так где у меня уплотнение есть здесь достал поставим колечко смажем его смазкой так тоже достану наверно сразу хотя здесь не текло по этим колечкам они хорошие но уже ладно раз пришло то мы его просто заменим поставили скобу и вставляем это все в исходное положение так я сразу поставлю здесь место все это мы сувенир вернем человеку может когда-то пригодится может кому-то подарит может выбросить так дренажный мы сейчас поставим на места в эти направляющие вот у нас оп кстати о зайцах забыл вот видите забыл поставить толкатель бывает ага сволочь пытается выпасть сейчас с этой стороны его буду придерживать рукой так надо смотреть чтоб провода не передавить видите да я за него держу чтоб она не выскочила и теперь будем ставить у нас все стало на свои места хорошо я сейчас наживлю саморезы еще раз пересмотрю чтоб провода не передавить с той стороны и буду выжимать в принципе особо какого-то сложного ничего нету но тем не менее не забывайте правильно поставить сам толкатель левой рукой неудобно все таки так здесь все на месте ничего не попало ничего не передавливая ладно зажимаем все я его уже наживил теперь мне будет просить проще вот таким образом все подтянуть опять же старайтесь без фанатизма вдруг у вас какая-то силовая отвертка просто не вывернуть но саморезами пластик потому что не будет держать ничего хорошего с этого не выйдет вроде все на месте ничего не забыли да так не забываем поставить на место емкость она у нас просто просто застегивается ну и все все готово для дальнейшей работы я буду перебирать заварочный узел аппарат пока убираю в сторону но как перебрать заварочный узел это уже будет следующее видео для чего для того чтобы не занимать ваше время возможно вам в данном случае это не нужно поэтому как бы я буду небольшими такими скажем лягушащими скачками будем решать вопрос по этому аппарату а с вами пока прощаюсь удачи вам до свидания не забывайте подписываться лайки и комментарии если это вам чем-то помогло либо есть какие-то дополнительные вопросы ну а я буду продолжать и в следующем видео встретимся удачи до свидания две и Продолжение следует...